Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим пару очень интересных закусок на основе рассольного сыра. А конкретно это будет маринованный сыр. Что нам для этого потребуется? Для данного вида закуски подойдет любой рассольный сыр. Лучше всего подходят такие сыры, как сулугуни и чечил. В простонародье называемые еще пряди. Я возьму именно свежайший армянский чечил и буду делать обе закуски из него. Для одной закуски нам потребуется сыр, укроп, чеснок, шафран и острый перец. Это такая будет более мужская закуска, скажем. Вторая закуска будет состоять опять-таки из сыра и вяленых помидор. Данные помидоры домашнего приготовления, рецепт, вы можете посмотреть у меня на канале. Внизу, в описании видео будет ссылка. Также нам потребуется в оба рецепта еще оливковое масло экстра-вержин. Приступим к приготовлению. Возьмем половину имеющегося у нас сыра. У меня это будет 300 грамм. Я покупал 600 грамм. Специально по 300 на каждую закуску. Возьмем и нарежем его такими небольшими сегментами. И сразу будем укладывать в чашечку, в которой будем далее его готовить. Далее мы измельчим и добавим туда укропчик. И чесночок. Можно через чесночный пресс. Можно таким образом, как я. Раздавив и мелко нашинковав ножом. Это кому как удобнее, кому как привычно. Теперь мы добавляем немножко шафрана. Шафран нам даст очень интересный оттенок вкуса. И при этом, конечно же, изумительный оранжевый цвет в итоге. И немножко острого перца. Это тоже у меня домашний перец. Он у меня очень острый. Я его сам сушу, измельчаю. И добавляем немножко оливкового масла. Буквально столовую ложку нам в итоге надо будет. Я буду добавлять сейчас в процессе. Теперь надо это все хорошенечко перемешать. Мне удобнее перемешивать вилкой. Вы можете взять ложку. Если вы готовите из сыра сулугуни, его необходимо порезать на кубики. Но можно точно так же порезать на ломтики головку пополам, на кусочки. И разделить их по волокнам. Если вы готовите именно вот в таком виде сулугуни, разделенный на волокна, или именно чечил, он будет быстрее готовиться, нежели сулугуни, который порезан кубиком. Ну, вот в принципе и вся мариновка. Чуть-чуть добавлю маслица. Масло поможет собрать все вкусы воедино, подружить их между собой. И обволакивая сыр, оно пропитает этими всеми вкусами сыр. Далее нам надо его просто переложить и убрать. Теперь я сыр переложу в такую одноразовую дозочку. Можно переложить в стеклянную баночку. И после чего отправлю в холодильник на 3-5 дней. За это время он полностью промаринуется. Для второго способа мы возьмем вяленые томаты. У меня это домашние вяленые томаты. Ссылку на рецепт я оставлю внизу в описании видео. Мы их нарезаем. Так как они маринованы уже со специями, никакие специи в принципе добавлять не следует. Единственное, можно немножко добавить прованских трав. Так как при мариновке вяленых помидор я использую прованские или итальянские травы. Далее мы также нарезаем и добавляем туда сыр. И теперь мы сюда добавим, вот так же у меня осталось от предыдущей баночки вяленых томатов масло. Я никогда это масло не выкидываю, а использую как заправку для салатов, ну или еще для чего-нибудь. Очень вкусное ароматное масло. Оно с травами. Также отдает ароматами вяленых томатов. Теперь просто хорошенечко перемешаю, как и первый вариант. И тоже положу в такую же одноразовую дузочку. И уберу в холодильник на 3-5 дней. До полного приготовления. В итоге мы получили вот такие две красивые и очень вкусные закуски, которые будут настаиваться от 3 до 5 дней. В принципе, через 3 дня уже можно их есть. Но через 5 будет вообще просто бомба. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok